Гетер, я Заря-1, зажигание! Шамотер, передлично, продолжаем полет! Он родился в ночь на 31 декабря. В ночь на 31 декабря 1906 года. Много лет спустя астронавты всей Земли, летя в своих свершеннейших звездолетах к иным мирам, будут поднимать в новогоднюю ночь тост из-за этого человека тоже. Все так же низко облака бегут, все так же небо сосны стерегут, все тот же день, часов, все та же мера. Прошло лишь сто, сто с небольшим минут, а на Земле уже другая эра, которую космической зовут. Говорят, что Королев был очень увлекающимся человеком. Еще задолго до полета в космос, группа молодых ученых в свободное от работы время набросала проект марсианской экспедиции. Все прекрасно понимали, что это скорее игра, чем наука, и что марсианская экспедиция – проект отнюдь не текущего десятилетия. Но Королев загорелся и страшно обрадовался и самой этой игре, и возможности поломать голову над отдаленными проблемами. Казалось, что он был всегда чуть впереди, чуть обгонял свое время. И когда летал на планерах в 20-х годах, и когда строил ракеты в 30-х, и позже, когда думал о пилотируемых космических кораблях. В 1957 году, когда над Землей поднялся первый искусственный спутник, многим казалось, что это всего лишь прекрасно решенная техническая задача, удачный эксперимент. И только многие годы спустя станет понятно, что запуск первого спутника был началом новой космической эры. Понимал ли это Сергей Павлович Королев? Кажется, да, понимал. Многие из тех, кто знали его, говорили о том, что он был невысокого роста, но всегда казался чуть-чуть выше остальных. Почему, может быть, выше его делал этот самый взгляд в будущее? Да, Королев был невысок, сутловат, а еще у него была короткая, мускулистая шея, так что, смотря вверх, он не закидывал голову, а взглядывал в небо как бы из-под лобья. Казалось, что он всегда был при этом чем-то озабочен, как-то по-особенному встревожен. Да, смотря в небо, он и впрямь всегда был встревожен и озабочен, потому что там, в небе, была его работа. И когда из солнечного кома огня в небо поднималась космическая ракета, он не был сторонним наблюдателем происходящего. В эти мгновения вмещалась вся его жизнь, все его тревоги и заботы, и вся его гордость за мощь человеческого разума. В силу того, что он прошел репрессии, причем самые тяжелые, не просто в шарашке работал, как, кстати, многие, а он сначала попал в обычный лагерь на Колуму среди заключенных, был среди уголовников, и просто он уже умирал, он чудом остался жив. После Колумы обычная шарашка кажется вообще не таким уж и плохим местом. И он, будучи уже главным конструктором, не был членом партии. Но удивительно то, что, несмотря на все вот эти свои испытания, он все-таки стремился быть, вступить в партию. И вступил он во многом благодаря Дмитрию Ильичу Козлову, который, как фронтовик, был секторем партийной организации ОКБ-1. И вот рекомендовал Сергея Павловича, и добился того, чтобы его приняли в партию. И в 1953 году Сергей Павлович стал членом партии. Он контролировал все сам. То есть, конечно, можно было провести совещание, в обкоме дать задание и ждать, что его выполнят. Но он понимал, что дело делают конкретные люди. Вот есть известный факт воспоминания. Он приезжал, скажем, на авиационный завод, который во время производства ракеты-1, и шел в цех, к начальнику цеха и спрашивал, так скажи, кто тебе мешает. То есть, на самом деле, он прекрасно понимал, что дело делают конкретные люди. И решаются не в кабинетах дела, а на конкретном производственном месте. Осенью 1957 года директор Куйбышевского завода номер 1 Виктор Яковлевич Литвинов находился на отдыхе в Сочи. Вот оттуда-то его и вызвали на совещание в Москву. Срочно. Прилетев в Москву и войдя в кабинет, Литвинов увидел, кроме министра оборонной промышленности, в ведении которого находился его завод, других руководителей органов государственной власти и крупных военачальников. Были среди собравшихся в этом кабинете и представители министерства, в ведении которого входило ОКБ-1, которым руководил Сергей Павлович Королев. И он сам, главный конструктор Королев, тоже был здесь. На лицах собравшихся, внимательный взгляд Литвинова прочел особое выражение. Да, он не ошибся. Момент и в самом деле был не просто важным, а решающим. Здравствуйте, Виктор Яковлевич. Обратился к нему министр. Партия решила поручить вашему заводу внедрить принципиально новое производство. Познакомьтесь, это Сергей Павлович Королев. Он введет вас в курс дела и объяснит детали. Надеемся, что вы, как коммунист, хорошо понимаете значение поставленной перед вами задачи для всей страны. Понимал ли Литвинов значение стоящей перед ним задачи? Да, понимал. Хорошо понимал когда-то, что стояло за словами главнокомандующего, грозившего трибуналом, ему и другим руководителям завода, за срыв графика поставки штурмовиков. И вот теперь новая задача. Истребить на вверенном ему заводе те самые истребители и бомбардировщики. И начать производство ракет. Надеюсь, вы хорошо понимаете значение поставленной перед вами задачи, Виктор Яковлевич. Да, товарищ министр, я все хорошо понимаю. Он это воспринимал как приобретение, потому что Виктор Яковлевич был, конечно, человек прогрессивно мыслящий, о ракетной технике он уже знал не понаслышке, и понимал, что это новый перспективный отрасль. И он видел новые перспективы для своего предприятия. Больше того, он активно включился в эту работу, так что он не только не отдавал, он приобретал совершенно новые качества своего предприятия, своего коллектива. Понимал, что это развитие. Все-таки авиационных заводов уже тогда было много, а вот ракетный только-только начинался. Он понимал, что за этим будущее. Еще тогда о космосе речи не шло, только про военное, вооружение шло. Но он понимал, как просто специалист крупный, понимал, что за этим будущее. Так что здесь с его стороны были только самые лучшие. Но это известные факты, об этом много говорят, что он Дмитрию Ильичу Козлову предложил, то есть разрешил отбирать лучших специалистов, кого он сочтет нужным, для работы в своем филиале, для освоения новой перспективной техники. Сразу после совещания Литвинов и Королев поехали в ОКБ-1 и посетили сборочный цех опытного завода. Современники рассказывали, что они сразу же прониклись симпатией и уважением друг к другу. До сих пор, до этого дня, их человеческие и профессиональные судьбы никогда не пересекались, но в них было много общего. Они оба были профессионалами высочайшего класса и технарями от Бога. Оба обладали выдающимися организаторскими способностями. Наконец, оба знали, что такое война и не знали слова «невозможно». Если нужно, то возможно все. Это был девиз обеих жизней. Отныне встречи Сергея Павловича Королева и директора Куйбышевского завода номер один Виктора Яковлевича Литвинова будут очень-очень частыми. И происходить эти встречи будут и в Москве, и здесь, в Куйбышеве, куда Королев прилетит теперь не один раз. Но ни тот, ни другой никогда не забудут самой памятной в их жизни встречи. Итого, самого памятного дня, 12 апреля 1961 года. В то утро они находились на некотором расстоянии друг от друга. Королев был в командном бункере, а Литвинов на бугоровочке среди тюльпанов. Но и они, еще многие другие их коллеги и помощники были в то утро одним человеком, который вот-вот произнесет свое «поехали». Для нас имя Королева, конечно, значит очень многое. Как и для Самары. Собственно, благодаря Королеву Самара стала космической столицей. И здесь вот именно взаимосвязь. Наш город развивался как космическая столица, намного благодаря Королеву. Но и для Королева наш город стал очень значимым, потому что здесь реализовывались самые важные его проекты. Это создание ракеты Р-7 боевой, ну и его ракеты Н-1, которые называют ее «Лебединой песней» Сергея Павловича Королева. Так что для него Самара назначила очень много. Здесь работали люди, жили, с которыми он тесно очень был связан, близкие ему по духу люди. Это Дмитрий Ильич Козлов, Виктор Ильякович Литвинов, Николай Дмитриевич Кузнецов, Александр Сергеевич Мурсев, ну и многие другие, которые очень много сделали для развития города. И вот это тесное взаимодействие, оно и позволило и городу развиваться, и Королеву, в общем-то, приобрести то значение, то звучание, которое он сегодня имеет. Широко известные кинокадры. Королев сидит за столом, покрытым скатертью, и говорит Гагарину те самые слова, которые он говорил ему утром 12 апреля, перед полетом. Но кинокадры эти сняты не 12 апреля, а позже. А вот в то утро, 12 апреля, Королева, который находился в специальном бункере, никто, к сожалению, не снимал. Не снимал, в том числе и потому, что этого не разрешил бы он сам, находившийся в таком состоянии, когда треск кинокамер, яркие лампы подсветок слишком отвлекали бы его от главного. Говорят, что в то утро Королев не отдавал никаких приказаний и не объявлял готовности по времени. Он был рядом. Он разговаривал с Гагариным и одновременно точно фиксировал в своем мозгу все происходившее возле него, все приказы и сообщения и вспыхивающее табло. Через несколько минут произойдет сброс головного обтекателя, и Гагарин увидит в иллюминаторе голубую землю и совершенно черное небо. Там на него смотрели немигающие звезды. До сих пор этого не видел еще ни один человек на свете. Датчики четко фиксировали все, что происходило в эти минуты с первым космонавтом. Но никому не пришло в голову промерить пульс не только у него, но и у главного конструктора тоже. Наверняка пульс королева в эти минуты был чаще. И дело тут было, конечно, не только в возрасте. спина моя еще трещит от боли, а под ногой уже звенит трава. Меня еще качает по неволе и чуточку кружится голова. С вами был Михаил Перепелкин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok